Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC в студии Елены Косолапова. В этом выпуске мы поговорим о растущей роли Турции в мировой экономике, обсудим экономические реформы, проведенные в Турции за последние 20 лет, и перспективы дальнейшего экономического развития этой страны. У нас в студии Турал Гаджиев, эксперт-экономист, а на видеосвязи из России с нами Александр Розуваев, член наблюдательного совета ГИДИ финансовых аналитиков и риск-менеджеров. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Большое спасибо, что к нам присоединились сегодня. Господин Гаджиев, хочу сначала обратиться к вам. Если посмотреть на статистику, то ВВП Турции за последние 20 лет с приходом к власти Эртогана значительно вырос. Допустим, в 2002 году ВВП на душу населения составлял 3,6 тысяч долларов. В прошлом году он уже был 10,6 тысяч долларов. Если смотреть в номинальном выражении, то было 238 миллиардов долларов, а в прошлом году уже 905 миллиардов долларов. Вообще, конечно, немногие страны могут похвастаться таким значительным ростом в относительно короткий период времени, особенно касательно роста на душу населения. Если общий объем ВВП может расти, то все-таки на душу населения сложнее достигнуть. Как вы считаете, благодаря чему стали возможны такие высокие показатели? Перед тем, как начать, я бы, наверное, несколько уточнений еще внес в цифры, которые вы только что сказали. Мы говорим фактически о более чем четырехкратном росте за последние 20 лет. В этом году знаменательная цифра, скорее всего, настанет для Турции. Турция перешагнет по номинальному ВВП размер 1 триллион, 1,23 триллиона долларов. На ближайшие годы вообще цель 1,5 триллиона. Да, ну в 23-м цифра 1,023 это то, что фактически зафиксировано во всех на этот год прогнозах. И эта цифра вполне достижима и, скорее всего, она будет достигнут. То есть это будет первый год, когда экономика Турции достигнет более чем триллиона долларов США. За 20 лет это большое достижение. Не забываем про то, что не только за последние 20 лет, за последние 40 лет страна фактически из аграрной страны стала высокоиндустриально высокоразвитой. Если говорить по остальным показателям, не только по номинальному ВВП на душу населения, но еще и по так называемому PPP, по-английски это, если перевести по-русски, это фактически можно перевести как паритет покупательной способности. То есть когда мы берем какой-то средний 1 доллар США и смотрим, что на него можно купить в Турции, Швейцарии, в России и в других странах, то по этому показателю, усредненному по миру, цифра в Турции где-то 45 тысяч долларов США на душу населения, что в сравнении с номинальным ВВП на душу населения более чем в 4 раза выше. Эти показатели, а также многие другие показатели, такие как так называемый показатель HDI, это уровень развития населения страны в Турции, а также многие другие показатели, такие как, например, коэффициент Gini, и об этом я чуть попозже буду говорить, позволяют отнести Турцию не к стране развивающейся, а к развитой стране. И вообще по классификации Турция стала развитой страной буквально за последние 20 лет. По многим показателям она вышла из так называемого ловушки средних доходов и перешла в стан развитых стран, являясь частью ОЕСИД, Организации экономического сотрудничества стран, ОЕСИД, а также являясь членом таможенного союза с Евросоюзом, фактически по многим показателям она превосходит страны Евросоюза. И опять же, за последние 20 лет это не только количественный рост, то есть 23, скажем, то, что вы отметили цифры номинальные или показатели по ППП, это также качественный рост. Мы говорим о том, что страна за те 20 лет, это, наверное, уникальный случай в истории вообще в целом, если говорить, когда за 20 лет страна перешла из раздела развивающихся стран по многим показателям в направлении развитых стран и сохраняет этот показатель, и будет сохранять его в следующие годы, потому что запланирован рост ВВП, а также ВВП на душу населения далее в течение нескольких лет. Ну и, естественно, это отражается на уровне жизни населения тоже. Чем выше ВВП, в принципе, это взаимосвязано два факта. Ну, там мы чуть позже, наверное, будем об этом говорить. Я бы отметил, что не только рост ВВП важен, рост ВВП само по себе важен. Ну, это два разных понятия, но тесно связано. Да, тесно связано. Тут же очень важно не только рост, не только количественный показатель, но и за счет чего это рост происходит. Тут происходит рост за счет увеличения производства, высокотехнологических производств, увеличения различных секторов экономики. Это никакого нефтяного фактора нет, это не нефтяная держава. А также здесь очень важно поговорить про то, что страна, в данном случае мы говорим про Турцию, распределяет доходы от производства, как бы, ВВП распределен достаточно равномерно. Так называемый показатель Gini, ну, давайте уже, я сейчас уже затронул, о нем буду говорить, это показатель распределения доходов среди населения. Чем выше, тем хуже, но Турция находится, поэтому показатель где-то в середнячках, там, 43, там, 0,47, 41,7, если мне память не изменяет показатель Gini. Это показатель. Говорит о том, что мало того, что увеличивается ВВП страны, так также он распределяется достаточно равномерно среди населения страны, что говорит о том, что растет так средний класс, так и богатый, равномерно. Это очень важный показатель. То есть нет такого сильного разделения на бедных и богатых. Нет расслоения. То есть есть крупные страны, в которых происходит высокий рост, но происходит сильное расслоение населения. Здесь достаточно органический рост. То есть страна растет, увеличиваются показатели, и расслоение в обществе не растет, а также увеличиваются те направления отрасли экономики, которые важны для развития ненефтяного сектора. В данном случае Турция – это ненефтяная страна, и мы говорим о достаточно хороших показателях. В английском есть хорошее слово – strong fundamentals. Сильные фундаментальные показатели. У страны очень сильные фундаментальные показатели. То, что мы только что перечислили, позволяет ее отнести в стан развитых стран. Господин Розубаев, теперь хочу обратиться к вам и еще добавить немножко статистики. Вот по итогам прошлого года экспорт Турции достиг рекордных 254 миллиардов долларов. Это на 13% выше, чем в 2021 году. А в этом году рост экспорта продолжился. Допустим, в марте новый рекорд месячный – 23,6 миллиардов долларов. И это при том, что в феврале было разрушительное землетрясение. Более 50 тысяч людей погибли. Была разрушена инфраструктура во многих регионах, в ряде регионах. Пострадали производства, опять же. То есть, наверное, если бы не землетрясение, рост был бы экспорта еще более высоким. Вы как считаете, следствием каких мер, следствием чего вообще является вот такой достаточно удивительный рост в экономике Турции? Ну, во-первых, я соглашусь с коллегой, экономика, которая больше, чем триллион долларов, она считается крупной. Если мы посмотрим на структуру турецкой экономики, то она является высокоразвитой. То есть, это не развивающийся рынок. Результаты достаточно впечатляющие. Плюс надо понимать, что большой размер ОВП – это большой размер бюджета. А большой размер бюджета – это большой размер оборонного бюджета. А современная оборонка – это высокие технологии. Что касается достижений Турции, ну, тот же эксперт и так далее. Ну, что можно сказать? Во-первых, то, что Турция выдерживает серьезные внешние шоки, землетрясения данным, мы помним пандемию, которая очень сильно ударила по международному туризму. Плюс Турция, я считаю, что это правильно, в приоритете – это промышленность. И в том числе экспорт. Соответственно, поддерживая слабую валюту, можно экспортироваться. Это, в принципе, общеизвестные меры. В свое время активно этим занималась и Япония, и Южная Корея. Но сейчас черед Турция и, в общем, достаточно успешная. Что касается правильной политики с точки зрения внешней торговли, я считаю, что абсолютно правильная касация на России. Мы, вот я, по крайней мере, в Москве, вижу, что число турецких брендов стало намного больше. Турецких товаров. Соответственно, товары, сделанные в Турции, телевизоры я видел, в Москву, в Турманске, они приходят на смену западным брендам, которые ушли. Господин Гаджиев, к вам будет вопрос. Вообще, в последнее время мы видим, что очень много людей стремятся, компаний, профессионалов высоких, стремятся переехать в Турцию, перевезти здесь свой бизнес, инвестировать в экономику Турции. Как вы считаете, чем привлекает турецкий рынок? Какие вообще там возможности для иностранных инвесторов? Да, на самом деле, по показателям, для того, чтобы оценивать ту или иную страну, в мире существует несколько показателей, которые позволяют очень просто сравнить, как говорят американцы, apple to apple, яблоки с яблоками. То есть, один из этих показателей, к сожалению, в последние два года, по-моему, не выпускается, но до 2022 года он выпускался, отчет Всемирного банка, так называемый, «meas of doing business», то есть легкость, с помощью которого какой-либо предприниматель в какой-либо стране сможет приехать из-за рубежа и открыть новую компанию. Ну, также с предпринимателем внутри самой страны. Там много различных показателей, в этих показателях преобладает, само собой, эффективность государственного аппарата. То есть, чем более эффективнее государственный аппарат, тем проще предпринимателям работать. Но также есть другие показатели, такие как рынок, количество населения и так далее. В основном это сфокусировано на бюрократической машине. Чем более продвинута в этих показателях страна, чем выше по этому показателю страна в мире, тем более она привлекательнее для различных предпринимателей. Так вот, Турция в 2020 году, в тот последний год, когда был выпущен отчет, сделала рывок и вошла, по-моему, в десятку стран мира самых легких с точки зрения ведения бизнеса. То есть, открытие бизнеса, налоговое обременение, ведение взаимодействия с различными... При том, что там, насколько я помню, 191 страна окажется. Да, весь мир. Весь мир, и они вошли в десятку. Кстати, я на самом деле не забуду упомянуть про Азербайджан тоже. Несколько лет подряд мы по этим показателям тоже вырывались вперед, и достаточно хорошие были показатели. То есть, мы были страной с самыми большими реформами, если меня память не изменяет, несколько лет подряд. Но Турция тоже поняла важность этих реформ и провела их своевременно. То есть, к 2020 году вся инфраструктура страны, Турция, была готова к наплыву иностранных инвесторов и туристов. Я бы не сказал, что этого не происходило до этого. Экономика Турции намного более интегрирована в мировую экономику и связана с европейской экономикой, чем любая из экономик в ближайшей географии, находящейся к нам. То есть, если мы говорим про нашу географию, это там Кавказ, Турция, то самая интегрированная в мировую экономику и экономика является турецкая экономика. И они давно, в принципе, меняли свои внутренние законодательства, облегчали за последние 20 лет количество реформ, проведенных со стороны администрации Эрдогана, позволило обеспечить приток иностранных инвесторов в Турцию. В Турции работают многие международные бренды. Мы сейчас, когда говорили про структуру экспорта, например, из Турции, я, наверное, хотел бы отметить важную роль крупных американских, китайских, в основном японских, французских и других автомобильных брендов, которые работают на территории Турции и экспортируют готовую продукцию в ту же Турцию. Это было сделано и стало возможным благодаря тем реформам, которые были проведены за последние 20 лет. И именно поэтому сейчас Турция... Реформа – это какие-то более привлекательные налоги, более привлекательные условия? Да, если мы будем говорить... Я, опять же, буду говорить по объективным показателям. Эти все документы имеются в открытом доступе в интернете, можно посмотреть. Изов-доинг-бизнес, он работает по 8, по-моему, основным направлениям. То есть это таможенная система, это получение лицензий на строительство, доступ к электричеству, налоговая система. То есть там обязательно оценивается сложность или простота, чем проще и чем легче взаимодействовать с налоговыми органами, тем выше страна в рейтинге. Соответственно, налоговые органы, получение различных разрешений от организаций, связанных с противопожарной безопасностью и так далее и тому подобное. То есть по всем этим показателям Турция именно официальный весь отчет показывает, что они достигли очень больших, очень много изменений было и очень много реформ было проведено за последние 20 лет. И это тот самый случай, когда даже сами-самые, в принципе, Турция не была готова к такому большому наплыву, например, российских бизнесов, которые сейчас появляются в Турции, открывают свои представительства. Наверное, ни одна страна не была готова, это все произошло очень неожиданно. Но лучше всех, как бы то ни было, подготовилась Турция, потому что у них достаточно либеральное миграционное законодательство, они очень быстро и открывают, и дают возможность очень многим странам заезжать туда без виз. То есть на самом деле достаточно либерально открыта демократическая страна с режимом демократическим и открытая либеральная экономика, интегрированная в европейские страны, имеющие таможенный союз с Европой, позволяющий любому бизнесу, который будет открыт в Турции, автоматически получать доступ к крупным европейским рынкам тоже. Поэтому вот все эти факторы, включая реформы, включая открытость рынка, включая доступ к международному рынку капитала, а также к международному рынку, соответственно, куда можно сбывать свои товары и услуги, по этим показателям Турция очень привлекательна для внешних инвесторов, которые хотят что-то, как-то открывать бизнес в Турции сейчас. Господин Розоваев, к вам вновь будет вопрос. Хочу немножко поговорить про монетарную политику Турции, потому что она, в принципе, достаточно сильно отличается от монетарной политики большинства западных стран. Мы видели, что последний год и Центробанки Европы, Евросоюза, я имею в виду, и Великобритания, и Соединенных Штатов, и других стран поднимали ставки, ну, официально для того, чтобы бороться с инфляцией. Ну, не знаю, насколько это помогло или не помогло, учитывая то, что инфляция все-таки остается на достаточно высоком уровне по миру, но, тем не менее, официальная версия такая. У Турции другой подход, наоборот, ставки в 22-м году, в начале 23-го года снижались. Как вы считаете, каковы преимущества такого подхода? Ну, во-первых, я скажу, как было в зоне евро и по доллару. В пандемию Федрезерв, Европейский Центральный Банк, Банк Англии и так далее, но прежде всего Федрезерв напечатали много денег, несколько триллионов долларов. Они были уверены, что как кризис 2008 года Лямон-Бразес, и путь инфляции. Инфляция появилась, и прежде всего дорожали продукты питания в мире. И стали повышать ставку. Ну, действительно, ставка работает против монетарной инфляции. Но потом произошел энергетический кризис из-за разрыва поставок с Россией. Инфляция сдержек, и на самом деле к инфляции сдержек повышением процентной ставки победить нельзя. Его можно только перетерпеть. Более того, повышение ставки, падение котиров, бандов, и, как мы видим, это привело уже к банковскому кризису и в Штатах, и в Европе. Что касается Турции, ну, критикуют, конечно, все, кому не лень Турцию за это. Там, за девальвацию, веры и так далее. Но есть и обратная сторона медали. Это поддерживает реальный сектор. Это поддерживает экспорт. У нас в России вот тоже есть экономисты, которые, ну, скажем так, сторонники той политики, которая проводится в Турции. Там господин Делягин, Сергей Гладев, бывший министр внешнеэкономических связей, я академик. Это уже дело вкуса. Скажем так, финансовым спекулянтам выгодны высокие ставки. А реальному сектору экономики выгодны низкие ставки. А правительство и Национальный банк каждой страны делает выбор сам. Национальный банк Турции часто упрекает, что вот, если вычесть обязательства, там, международные резервы около нуля, но надо посмотреть, кто кредиторы. Кредиторы – это Азербайджан, дружественный кредитор. Катар – то же самое. Более того, возможно, ну, я думаю, вообще решать Всевышнему. Ну, известно же, судя по прессе, что есть амбиции сделать в Стамбуле глобальный центр исламских финансов. В мире полтора миллиарда мусульман. Плюс многие инвесторы сейчас, прежде всего, с Ближнего Востока, думают, деньги с Запада забрать и куда-нибудь пристроить. Уже мы видим, как это пойдет, но если получится, то Турция, конечно, выиграет именно на финансовом поле. Пока все-таки успехи, связанные с ВВП, с промышленным производством, то есть с реалитектором. Господин Гаджиев, вновь вопрос к вам. Ну, вот если пытаться поговорить про разные сферы экономики, то, в принципе, касательно Турции, практически про любую сферу экономики можно что-то сказать. Ну, туризм в Турции все знают. Продукцию легкой промышленности, мне кажется, тоже. И в Азербайджане продаются одежды производства Турции, и в России, и во многих других странах повсеместно. Техника, электроника тоже пользуются популярностью. Вот недавно, допустим, даже был представлен новый автомобиль, то есть это уже другой уровень техники, это автомобиль, электромобиль, ток. Продукцию военно-промышленного комплекса Турции сейчас покупают в 170 странах. В сфере высоких технологий уже восьмой спутник планирует Турция запускать. То есть, в принципе, этот список можно продолжать и говорить про еще многие сферы экономики. Вы как считаете, все-таки какие направления экономики являются на сегодняшний день основой для Турции? Ну, на самом деле, если рассматривать текущее состояние экономики Турции, то более 50% это сфера услуг. Мы говорим также по производству и сельскохозяйству. Сравнивая с 60-ми годами, там 80% это сельскохозяйство. То есть, отсталой аграрной страны мы стали, мы говорим немного про Турцию, в данном случае, Турция стала страной, которая высокоразвитая, как я сказал, высокотехнологическим производством. И, опять же, сфера услуг и сфера производства. Теперь, к вопросу того, что развивается и куда это будет развиваться дальше, надо обратить внимание на причины этого развития. Одна из основных причин развития – это заложенная в Турции система образования. То есть, начиная с конца 90-х годов, правительство начало тратить достаточно большие деньги на развитие школ, других инфраструктурных и социальных проектов, связанных с увеличением количества и качества образования и получающих образования в Турции людей. Мы, наверное, чуть попозже об этом поговорим, там средние показатели по всем этим направлениям достаточно существенно выросли. Да, вот я могу даже привести статистику. Годовой бюджет на образование увеличился с 10,3 миллиардов турецких лир до более 304 миллиардов за 20 лет. Это одна из основных причин того роста, который мы сейчас наблюдаем. На рынке есть достаточно большое количество высококвалифицированных кадров. В стране есть достаточно большое количество качественных, технических, медицинских университетов, где студенты получают образование, сопоставимое с таковым лучших университетами Европы и Америки. Эти профессионалы выходят на рынок и, соответственно, усиливают еще более достаточно продвинутую экономику страны. В каких направлениях? То есть мы сейчас говорим про топ-5 стран, которые могут производить истребители пятого поколения. Мы говорим про те страны, которые могут обеспечить высокоточную оптику на ракеты. Мы сейчас говорим про ту страну, которая, опять же, 60 лет назад, в сравнении с Советским Союзом, там не было тракторов. В основном обрабатывалось все вручную. Сейчас мы говорим про страну, которая оптику сама делает, полностью независимо от внешних комплектующих, по многим элементам электроники, комплектующих многих элементов производства. То есть мы же не только не забываем про то, что это не только автомобили, это не только техника, это еще и запчасти к автомобилям и к технике. Так вот в этом направлении, если говорить про запчасти для автомобилей, 10 миллиардов – это общее количество экспортируемой продукции в направлении автомобилей и грузовиков, 6 миллиардов запчастей. Когда мы говорим про военную технику, финальную продукцию они увеличили более чем в три раза в последние несколько лет. Но экспорт, но это не только экспорт готовой продукции, это не отверточное, не сборочное производство. Это достаточно высоко, скажем, очень высокий уровень локализации всех производств. Наверное, мало какие страны сегодня могут похвастаться таким уровнем. Как правило, наоборот, производятся запчасти в одной стране, экспортируются в другую, там собирается. Да, конечно, таких примеров очень много. Но именно в Турции сейчас происходит качественный переход. Страна, у которой 80 миллионов населения, немало, немного стран, где есть 80 миллионов населения, у которых есть достаточно R&D-потенциал, потенциал на развитие технологий, который позволяет не только организовывать сборочную производство, сборку просто какой-то готовой продукции, но и изобретать новую продукцию. Это, опять же говорю, такие развитые страны, как некоторые страны Евросоюза, США, Китай, Япония. Турция вот в числе этих стран. То есть высокий уровень локализации, достаточно высокий уровень, скажем, до 80-90% комплектующих собственного производства. Но самое главное, что это не только сборка, но еще и разработка и R&D внутри страны. То есть пример там Байкар Макина, пример там Turkish Airspace Industries, ТАИ, так называемые организации, и многих других показывает то, что это не только копирование чужих технологий, но и разработка собственных технологий. Это говорит о том, что страна, повторюсь, вышла у нас качественно новый уровень. То есть сейчас мы говорим про экономику, экономику высокотехнологическую, высокоинтеллектуальную. И одна из причин такой структуры экономики является высокий уровень подготовки высококвалифицированных кадров внутри страны. Господин Розуваев, вновь вопрос к вам. Хотелось бы поговорить про Турцию в привязке к мировой экономике. Сейчас мы все видим, что происходят глобальные изменения мировой экономики, фрагментации ее, какие-то войны торговые ведутся, взять хотя бы Соединенные Штаты и Китай, санкции вводятся, контрмеры против санкций и так далее. И Турция здесь, наверное, одна из немногих стран с таким объемом экономики, которая поддерживает отношения и с Россией, и с западными странами, и с Китаем. То есть у нее такая сбалансированная политика. На ваш взгляд, какие преимущества это ей дает в смысле экономики? Как я уже сказал, на российском рынке Турция неплохо зарабатывает. Кстати, не только на российском, но и на белорусском. Вообще, когда дружишь со всеми, можно продавать свою продукцию тем, кто ее купит. Опять-таки, Турция очень привлекательно выглядит с точки зрения логистики, с точки зрения параллельного импорта в Россию. Поэтому, конечно, пока Турцию не затрагивают все эти торговые войны, и дай бог, так будет и дальше. Есть точка зрения, что армянское лобби во Франции может повлиять отрицательно, но я не думаю, что очень сильно. Что касается различных изменений, которые идут, мне кажется, что очень логично будет выглядеть, если будет идти формирование, как говорят, термин такой, единый рынок товаров, услуг и капитала, это союз тюркских государств. Это очень логично смотрится. Более того, если брать с Россию Туркские республики российские, прежде всего, конечно, Татарстан, Казань, имеют очень тесные торговые связи с Турцией, но, кстати, как и с Астаной, и с Баку. Поэтому я думаю, что движение в этом направлении, оно будет выглядеть естественно. Соответственно, для Турции это повышение экспорта, повышение рынка сбыта, ну и, возможно, открытие каких-то производств в дружественных странах. Уже мы видим, но это смотрится очень логично. Господин Гаджиев, вновь вопрос к вам, опять же, касательно международного сотрудничества и Турции. Мы сейчас видим, что очень многие международные проекты сошлись в Турции. Взять транспортный средний коридор идет через Турцию, взять проекты по поставке углеводородов, это касательно и российских углеводородов, и углеводородов из Азербайджана, возможно, и в перспективе из Центральной Азии. Вообще, газовый хаб планируют даже построить в Турции. Как вы считаете, в дальнейшем какую роль может играть Турция в международных проектах? Ну, на самом деле, с точки зрения турецких, Турция как хаба, он изначально всегда был на протяжении веков одним из основных экспортных, импортных маршрутов торговых операций между Европой и Азией. Сохранять свою роль, но увеличивать ее. Почему? Потому что сейчас определенная геополитическая напряженность на севере и на юге от Турции. То есть, в данном случае, мы говорим про войны, мы говорим про санкции, мы говорим... Здесь, наверное, еще строительство инфраструктуры повлияло, потому что, опять же, за последние 20 лет были построены десятки тысяч километров дорог в Турции. Да, да, да. Не только дорог, количество аэропортов там буквально в каждом среднем поселке страны есть по аэропорту. Турецкие авиалинии, там крупнейший авиаперевозчик Турции долгое время находился в числе лидеров, по-моему, номер один по количеству стран, куда он летал и городов, куда он летает. То есть, большая инфраструктурная инвестиционная составляющая в этом вопросе есть. И, опять же, повторюсь, так же, как ответили на один из предыдущих вопросов, Турция давно к этому готовилась, и Турция давно вкладывалась в развитие инфраструктуры. То есть, железные дороги, трубопроводы, дороги, аэропорты и многое другое, чего сейчас очень сложно будет на рамках нашего эфира перечислить. За последние годы мы говорим про заново перерожденную отрасль транспорт и инфраструктуру логистика. Баку-Тбилиси Джейхан, например, был построен заново эксплуатацию в 1999-2003 годах. Основные трубопроводы из Азербайджана, основные логистические коридоры, БТК и многое другое было построено за последние 20 лет. Но это не только это. Тут нужно еще обсуждать то, что Турция выбирала всегда очень взвешенную политику по отношению к своим соседям, стараясь максимально сбалансированно работать со всеми партнерами, как с Европой, так и с Азией. Эта позиция, где политически правильный выбор, а также большое количество инфраструктурных вложений за последние 20 лет, привели к тому, что, например, с той же России товарооборот за последние годы увеличился в два раза и достигнет 60 миллиардов в течение следующих нескольких лет. С Азербайджаном растет. Мы планируем экспортировать через Турцию более 20 миллиардов, дополнительно 20 миллиардов кубометров газа в Европу. Таких примеров истории успеха очень много. И здесь причина, как я сказал до этого, своевременная капитальная инвестиция в инфраструктуру и грамотная взвешенная геополитическая позиция Турции в окружении стран, с которыми она сейчас соседствует. Господин Розуваев, ну и, наверное, последний вопрос у меня будет к вам. Хотелось бы завершить передачу вопросом касательно того, как все эти экономические успехи Турции влияют на благосостояние народа турецкого. Господин Гаджиев уже упоминал такой показатель, как паритет покупательной способности. Вообще, по коэффициенту покупательной способности сейчас Турция занимает 11 место в мире и 4 место в Европе. Как вы считаете, для такой страны, как Турция, насколько это хороший показатель? Вообще, есть ли возможности для еще, может быть, выхода на какие-то другие более высокие позиции? Вот, смотрите, результат неплохой, но, исходя из тех трендов, которые есть, в Турции будет десятки. Это выглядит естественно, просто исходя из того, как идет развитие экономики. Справедливо было сказано, что на доллар или на евро в России, в Турции, в Евросоюзе, в Штатах можно купить совершенно разный набор товаров, поэтому сравнивать страны по паритету покупательской способности, это правильно. Но есть еще такой момент, как делится пирог. Вот, в Турции он, ну, по крайней мере, видно, что правительство старается, и есть результат. А поделить его, ну, насколько это возможно, конечно, справедливо. То есть от роста экономики выигрывает в целом вся нация. Наиболее богатые слайки и средний класс. Это очень хороший результат, опять-таки, я думаю, что этот тренд сохранится. Поэтому Турция будет развиваться достаточно позитивно, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, быстрее, чем ее основные конкуренты, я имею в виду, соседи по размеру экономики. Примерно так. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, эфирное время наше подошло к концу. Напомню, что вы смотрели передачу «Экономика дня». С вами была Елена Косолапова. Говорили мы сегодня об экономических успехах Турции за последние 20 лет и растущей роли Турецкой Республики в мировой экономике. В дискуссии участвовали Турал Гаджиев, эксперт-экономист и Александр Розуваев, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров. На этом передача подошла к концу. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин